друзья всем привет я думаю у каждого из вас в мастерской валяется вот такая вот шпуля с веревкой еще называют бечевка шнурка все называют по-разному обычно ее применяют при строительстве и разметки различных фундаментов заборов размотать конечно не составит никакого труда и 10 и 20 100 метров а вот замотать конечно будет проблематично здесь есть небольшой лайфхак беру вот такой болт это м10 и вставляю в нашу шпулю некоторые скажут что болт может болтаться можно также еще на болт накрутить удлиненную гайку и тогда крепление будет еще в два раза лучше ну и теперь все это закрепляем шуруповерте и можно свободно намотать я не знаю 100 200 метров за считанные секунды смотрите как все происходит быстро работая с электрикой часто попадаются вот такие колодки которые нужно закрепить кабель и если мы сильно перетянем то наш кабель может оборваться в этом случае обычно используют вот такие покупные гильзы но что делать когда нету их под рукой здесь нам поможет обычная заклепка все что нам требуется это вытащить из заклепки сердечник делается это довольно легко как вы видите 2 секунды и наша гильза готова затем одеваем на провода и зажимаем я это делаю при помощи тисков но опять же хотел сказать что можно использовать обычные пассатижи зажмется в принципе также после этого можно устанавливать провода в нашу колодку и после этого конечно же провод будет в целости и сохранности и не сможет оборваться следующей самоделки нам понадобится обрезок фанеры в данном случае толщина 18 миллиметров длина 150 миллиметров ширина также 150 миллиметров после разметки нужно отторцевать заготовку и просверлить отверстие отверстие буду сверлить 25 первым сверлом после сверления нужно будет вбить в данную заготовку 25 полипропиленовая трубу длина трубы вы выбираете сами потом поймете почему после этого нам понадобится 25 клипса для этой трубы и маркер маркер нужно будет закрепить вот таким вот образом крепить буду все это при помощи клеевого пистолета этого будет вполне достаточно вот что получилось в итоге и теперь крепим наш маркер к нашей трубе как видим наша сама девочка готова маркер может регулироваться по высоте а также может поворачиваться в различные стороны а служит наша самоделка для разметки круглых заготовок как видим выставили нужную нам высоту и делаем разметку линии получается очень ровно затем можем маркер поднять опять же на какой нам нужную высоту и сделать еще одну разметку как видим при помощи данный приспособ мы можем наделать огромное количество разметки которая будет у довольно-таки очень точная друзья ну а в работе у меня сегодня торцовочная пила от компании риоби модель называется емс 254 л данная пила оснащена диском диаметром 254 миллиметра посадочный диаметр 30 миллиметров пила имеет защитный металлический кожух ширина пропила здесь 300 миллиметров высота 90 миллиметров имеется вот такая струбцина и расширители стола с одной стороны и с другой стороны пила оснащена мощным 2000 ваттным двигателем и также имеется легкий доступ к угольным щеткам также хотелось отметить что есть индикация включения приборов сеть и из плюшек также хотелось бы отметить это имеющиеся лазерный указатель который позволяет более точно резать заготовки и также подсветка рабочей зоны самым большим плюсом считаю это то что здесь фронтальное расположение пильного диска которая позволяет нам экономить место то есть у нас направляющие не выходят за пределы нашей торцовочной пилы вследствие чего мы экономим место все подробные характеристики можно увидеть на сайте по ссылке которую я оставлю внизу под описанием но мы продолжаем иногда требуется нарезать огромное количество заготовок одинакового размера здесь нам понадобится обычный маленький брусочек выставляем размер зажимаем его струбцины и начинаем торцевать здесь хотелось бы сказать что пилу нужно поднимать когда диск полностью остановится если мы поднимаем пилу когда еще диск крутится то он может зажать заготовку с правой стороны и заготовка может вылететь как видим при таком торцевание заготовки получается ровные но если мы проглядим и туда попадут опилки то заготовка может быть намного меньшим размером вот видите сейчас я вам покажу чтобы такого не было нам требует всего лишь поднять брусок на два три миллиметра выше станина тогда все опилки будут проходить под бруском при работе с электрикой не всегда в наличии езди электрическая отвертка в этом случае поможет обычная термоусадка помещаем ее на отвертку и прогреваем горелкой все у нас получился вот такая диэлектрическая отвертка но все же лучше покупать профессиональный инструмент на этом друзья все всем пока до новых встреч